На этом уроке мы проведем морфологический разбор Суры «Аль-Фаляк» «Рассвет» Скажи, я прибегаю к защите Господа Рассвета Этот глагол мы уже подробно разбирали в суре «Аль-Нас» Вкратце скажем, что это феул амрин Глагол повеления, повелительная форма глагола по модели «фуль» В основе было «укуль» по модели «уфуль» Как «уктуб» или «ускут» Итак, «укуль» дому слабой буквы «Вау» передали предшествующей здоровой буквы «Каф» Что привело к встрече двух суккуну Суккуна буквы «Вау», которая лечила свои огласовки А отсутствие огласовки – это и есть суккуна И суккуна буквы «Лам» на конце Заметим, что удаляемая буквы «Вау» являлась «Айн-Фаля» Второй корневой буквой глагола То есть глагол «укуль» она лежит напротив буквы «Айн» В чаблоне в образце формы «уфуль» Также отметим, что после того, как следующее за «Хамзат-ль-Васли» Соединительная хамза буквы «Каф» получила огласовку «Хамзат-ль-Васли», то есть соединительная хамза, оказалась ненужной Так как слово без нее уже не будет начинаться с суккуна Из-за чего она и была нужна Значит, когда нужда в ней отпала, она тоже была удалена Вследствие чего у нас осталось «куль» После удаления буквы «Вау» и «Хамзы» Значит, «куль» по модели «фуль» Мы проводили еще и другой метод образования «куль» Но не будем опять все это повторять Это когда мы сказали «такулю» Сначала будет «такулю», затем «такулю» и, наконец, «куль» Глагол «куль», как мы уже отмечали, образован от глагола «каля и куль» «Кавля и кавля в основе» А «каля» или «кавля в основе» это «фиалун суляциюн муджарадун» Трех букв на глагол первообразной формы, то есть без добавления «гойру сахихин, гойру сальмин» Нездоровый, неправильный глагол Так как «юа айн» Его вторая корневая буква является слабой буквой И такой глагол называется «аджуфу» Пустой глагол, так как слабая буква здесь Проходится на середину, на центр И часто удаляется А «удзу» это фиалун мударин Глагол настоящего будущего времени По модели «афулю» В основе был «а аудзу» Так же, как и в предыдущем глаголе «укуль» или «такулю» Домму слабой буквы «вау» Передали предшествующие здоровые буквы «ин» Это стандартное общее правило Передачи огласовки слабой буквы «вау» или «я» Когда предшествующая ей здоровая буква сакунирована Например, «ябьиу» и после «ябьиу» «ясиру» и «ясиру» Следует отметить, что после передачи огласовки Модель глагола не изменяется Таким образом, и «аудзу» до передачи огласовки И «аудзу» после ее передачи Оба они будут по модели «афулю» То есть, мы не говорим про «аудзу», что он по модели «афулю» Мы говорим по модели «афулю» «аудзу» от глагола «ааза и аудзу» «ауаза и аудзу» в основе В морфологическом разборе суры «аннаба» Мы подробно поговорили о споряжении данного глагола Про «ааза и ауаза» в основе Мы можем сказать все, что мы сказали про глагол «кала» «кала» и «кала» в основе То есть, что это Не будем все это повторять Бирабби Альба – это харф, а значит, как слово с неизменяемым окончанием Не будет здесь рассматриваться Про имя Раббы мы тоже поговорили, разбирая суру «аннас» И то несколько раз Мы сказали, что Рабб – это «исм» Это имя по форме «суёты сафатальмушабба» Прилагательного, уподобленного имени действователя Причастию к действительному злобу Рабба у нас по модели «фаалин» Значит, в основе была «раббун» Первая из двух однородных букв сакунирована А вторая огласована Что является одной из двух причин, по которым «идгам» То есть, слияние двух букв в одну удвоенную букву Здесь является обязательным «идгаман уаджабан» Рабба – это «исмун» Сула-сиюну муджарадан Трехбуквенное имя без добавления «сахихан» – здоровое имя Но «гайрусальм» – неправильное имя Так как его вторая и третья корневая буква И являются однородными То есть, это у нас «мудаафан» Аль-фаликата – «исмун» по модели «фаалун» «исмун» Сула-сиюну муджарадан Сахихун салиман Трехбуквенное имя без добавления «здоровое» Правильное имя «в Аллаху а'lam» «в Аллаху а'лам» «в Аллаху а'лам» «в Аллаху а'лам» «муджарадан»